Это спортивное известие в студии Александр Шариков. Здравствуйте! В Одессе завершился пятый международный турнир по боксу среди юниоров. Харьковчане добыли по одной золотой и серебряной медали. На высшую ступень педестала поднялся воспитанник клуба спортивных единоборств Атом Юрий Блудов. Ученик Олега Иванка Михаила Глянцева перенствовал в категории до 80 килограммов. В шаге от победы на одесском ринге остановился Дмитрий Соляник, представляющий КДС США Восток. Подопечный Сергея Верходанова занял второе место в полулегком весе. Харьков принимал турнир по смешанным единоборствам ММА Всемирной лиги WWFC. Это был первый этап серии Гран-при Харьков Open Cup. Проходил он согласно карантинным мерам без зрителей и на открытом воздухе. Любители и профессиональные бойцы выясняли отношения в категориях до 61, 66 и 77 килограммов. В каждом весе выступали по 4 участника. Сначала они сражались в полуфинальных поединках, затем были финалы. Мы просто запустили новый формат, для того, чтобы нашим ребятам было больше, скажем, практики, было нарабатывание. Поэтому мы их включили в нашу сетку, чтобы они нарабатывались, дрались, дрались, потому что им нужен опыт. Потому что для профессионалов вроде хватает, как бы. Так как мы на сегодня являемся действующими чемпионами мира, поэтому в следующем году нам нужно, да, то есть мы едем в качестве фаворита, и поэтому мы должны держать марку. Важностью момента участники Харькова Open Cup Всемирной лиги WWFC прониклись и с самого начала в клетки пошла заруба. По-хозяйски смело проявили себя харьковские бойцы и подшефные Виталия Каневца. Александр Борзила, побив единогласным решением судей днепровца Максима Комарова и нокаутировав в финале в первом раунде чемпиона мира Игоря Шмыгаля из Кривого Рога, победил в весе до 61 килограмма. Кирилл Коломеец доминировал в категории до 77 кило. Своих соперников Александра Яськова из Днепра и Николаевского спортсмена Виталия Красножона он забил досрочно. Тот, кто вышел сюда, это уже чемпион. Проиграл, выиграл, это уже дело другого рода. Ребята тренируются, ребята голодные, ребята соскучились с тренировками. Поэтому выходят, показывают на то, что они не способны, как их подготовили. Перед своими ребятами какие задачи цели сюда ставили? А вы знаете, перед каждым разные задачи. Попасть в лигу, попасть в федерацию, попасть в ЕФМУМА. Для того, чтобы отобраться и поехать на чемпионат Европы, на чемпионат мира, представлять нашу страну. В профессиональных боях харьковчане не участвовали. Соответственно, лавры победителей достались иногородним бойцам. Весе до 66 килограммов перенствовал хмельницкий спортсмен Александр Горшечник. До 77 – Павел Пинзул из Вознесенска. Никита Фурника быстрее гнал свой карт на втором этапе зонального чемпионата Украины в Полтаве. 14-летний воспитанник Харьковского спортивно-технического клуба «Лидер» финишировал в первом самом мощном классе машин «КЗ-2». В финальном заезде он опередил ближайших преследователей Данила Мартыненко из Каменского и хозяина трассы Андрея Мостового на 15 и 18 секунд соответственно. Одноклубник Фурники, действующий чемпион страны в «КЗ-2» Александр Герюга на полтавском этапе не выступал. Станислав Дичина дебютировал в классе «Ротакс-мини» и показал восьмой результат. В ближайший уикенд в Полтаве состоится второй этап Кубка Украины по картингу в национальных классах. Анна Ушенина выиграла онлайн-турнир по быстрым шахматам. В суперфинале гран-при Харьковченко встречалась с Александрой Костенюк из России и одолела ее со счетом 14,5 на 13,5 очков. Исход матча Ушенина решила в заключительной партии. В награду за ударный труд харьковская шахматистка получила 6,5 тысяч долларов. Костенюк – 3,5. Продолжение эфира. Футбол. В 20-м туре чемпионата Украины в женской высшей лиге Жилстрой-1 без особых нервных и физических затрат расправился в Умане с местными пантерами. Откладывать голы в долгий ящик харьковчанки не стали и уже в первом тайме отгрузили местной команде 6 мячей. Надежда Хованская положила начало разгрому на 13-й минуте. Дальше дело продолжили Дарья Апанасьенко, Надежда Кунина, Ирина Кочнева и Анна Воронина, которая выстрелила дуплетом. Отдохнув, девушки Сергея Сопронова вновь стартовали буйно и провели еще 4 гола. Отличились Юлия Шевчук, Елизавета Костюченко, Кристина Александровна и Ольга Бойченко. 10-0. Набрав в 16 матчах 44 очка, Жилстрой-1 занимает таблицы. Второе место лидирует Жилстрой-2, в активе которого 45 турнирных баллов. Харьковское дерби состоится 26 июля. Металлист 19-25 потерпел в первой лиге третье поражение к ряду. В 25-м туре харьковские футболисты уступили Валыни в Луцке. Ключевым моментом стало удаление на 63-й минуте защитника гостей Александра Османа, который получил вторую желтую карточку. Численное большинство местные игроки реализовали дважды. На 70-й минуте цель поразил Виталий Приндетта, на 71-й – Сиаваш Хагназари. Металлист 19-25 проиграл 0-2 и занимает теперь седьмое место. В пятом туре футбольного чемпионата Харьковской области в высшей лиге центральным был поединок Змеева и Универдинамо. К кочной дуэли соперники подошли с соседями по таблице. Набрав по 9 очков, они занимали второе и третье места соответственно. Но это на бумаге, на поле сильнее проявили себя динамовцы, которые усилиями Виктора Демьянка открыли счет на 10-й минуте. Оседлать этот успех до перерыва белосиние не смогли, а вот во второй половине забили три мяча. На 46-й и 67-й минутах дубль оформил 16-летний Данил Кабан. В компенсированное время капитан харьковской команды Игорь Луценко реализовал пенальти и установил окончательный счет 4-0. Победа позволила Универдинамо вернуться на первое место. Лозовая Панюкина с 10 очками следует на второй позиции. По 9 очков имеет Змеева, Авангард и Маяк. Вот такие сегодня известия. Спасибо за внимание к спорту и пусть все у вас будет хорошо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова